Доброго времени суток, YouTube! Сегодняшнее видео посвящено пустым баночкам. Я знаю, что многие из вас просто терпеть не могут подобного плана видео, поэтому вы можете пройти по ссылке, там есть плейлисты гораздо более интересные, есть влоги, есть система FlyLady, есть обзоры косметики, покупок книг и так далее. Но те из вас, которые любят пустые баночки, оставайтесь со мной, потому что сегодня будут не совсем пустые баночки, сегодня будет также расхламление косметики, и у меня огромный просто мешок. Давайте потихоньку начнем, и первое, что я хочу вам показать, очень много вопросов, практически под каждым видео у меня появляется на тему поддержания цвета волос, да, как я поддерживаю блонд в приличном состоянии. Показываю, это вот такой шампунь от Schwarzkopf из серии Bonacour, Color Freeze он называется, и на нем написано Silver Shampoo. Он реально фиолетовый, то есть он предназначен для обесцвеченных волос, он предназначен для седых волос полностью, чтобы придать, да, благородный такой серебристый оттенок. Я не очень люблю их новую упаковку, потому что она сужается к низу реально, поэтому я всегда покупаю и переворачиваю шампунь, ставлю более широкой стороной, мне так удобнее, хотя, конечно, все надписи вверх ногами. Я его покупаю уже много-много лет подряд, потому что я много лет уже в блонде, вот, и пользуюсь им с удовольствием, я считаю, что это одна из лучших небюджетных, да, к сожалению, небюджетных аналогов для того, чтобы поддержать цвет. Лето закончилось, и прощайте солнцезащитные кремы, солнцезащитные спреи, в данном конкретном случае у меня Фаберлик, он закончился у меня приблизительно только наполовину, я им пользовалась все лето, он специально для лица, это их летняя серия, она так и называется «Лето», у него SPF 30, то есть он препятствует фотостарению кожи, содержит в себе фильтры, которые защищают и от А, и от Б лучей, мне кажется, что он под макияж, ну, чуть-чуть тяжеловат, летом мы все равно красимся меньше, да, в принципе, можно не пользоваться тональным кремом, можно нанести консилер и сверху просто припудриться, этого, мне кажется, будет достаточно, поэтому я его юзала активно в такие дни, когда я проводила много времени на солнце, например, когда мы летом были на Волгафест, в фестивале, очень много солнца было, и я боялась, что у меня очень сильно начнется пигментация, поэтому вот эта штучка меня очень спасла, но, насколько я знаю, если этот крем я оставлю, и он у меня пролежит до следующего года, то есть до следующего лета, то он, во-первых, потеряет в своих свойствах солнцезащитных, и зачем он мне тогда нужен, да, то есть еще не факт, что в нем какие-то химические процессы не произойдут, поэтому мне кажется, что для лица, вот что касается лица, надо все-таки покупать перед каждым сезоном свежий. Биодерма, дорогущий, Себиум Мат, это дневной крем с тонированным эффектом, он оказался очень темным, так как я не загораю, да, потому что образуется пигмент, то, собственно говоря, даже при растушевке все равно очень сильно, очень сильно заметно вот это вот пятно. Цвет, знаете, хороший, он не уходит в рожену, он уходит в такой, ну, в сероватый, да, но вот не совсем, то есть на лице он заметен, как ни крути. Я им пару раз всего лишь попользовалась, придется выбросить просто. Закончился у меня бальзам для волос из серии Essence All Time с Клаудией Шифер Diamond Color, он для окрашенных волос. Обычно покупаешь две бутылки шампуня и бутылку бальзама, и они заканчиваются одновременно. Здесь у меня все наоборот, шампунь у меня еще цел, а вот бальзам, к сожалению, уже закончился. Очень мне нравится. У меня сейчас в ходу один бальзам из Таиланда для волос, но как только он закончится, я снова куплю вот этот. В прошлом видео про пустые баночки я уже показывала бальзам Тоника, тоже фиолетовый, да, для того, чтобы придать оттенок волосам, сохранить, забить вот этот желтый пигмент. Вот я нарвалась на шампунь. Мне в комментариях, девочки, спасибо вам большое, подписчицы советовали. Этот шампунь, нейтрализатор желтизны, им гораздо удобнее пользоваться, потому что мы им пользуемся, как обычным шампунем, и он такой холодный, красивый оттенок волосам придает. Но закончился, найти его можно, если я не ошибаюсь, только в гипермаркетах. Карусель у нас, ну, может быть, на рынке где-то еще можно поискать. Шампунь, вот он мне случайно попался, я прям очень-очень довольна, но у него прям маленький объем быстро закончился. Гель для душа тоже от Фаберлик, Шершеля Фам. Знаете, когда вы делаете заказ, вам начисляются бонусы, как представителю, и вот эти бонусы вы потом можете потратить на то, чтобы бесплатно уже что-то получить. И вот на бонусы от своего заказа, от покупки, я взяла вот такой гель для душа, Шершеля Фам. Это парфюмированный гель, то есть есть еще такая туалетная вода, если я не ошибаюсь, дезодорант. Я не стала брать ни то, ни другое, потому что мне нравятся именно вот гель для душа, либо какие-нибудь кремы для тела. Очень приятный такой легкий запах. Вот парфюм я бы такой не хотела, а гель для душа самое то. Очень хороший по качеству был, да, они обычно стоят подороже, чем обычные. И он хорошо пенился, и кожу увлажнял, то есть после него практически можно было не пользоваться какими-то увлажняющими кремами или маслами. Тоже показываю гель для душа из Mixit, по-моему, так он называется, Цитрон. Гель для душа Цитрон, охлаждающий, я не знаю, нет, он не охлаждал, он просто, видимо, за счет запаха такого. Я охлаждение не почувствовала, пользовалась им еще летом, и немножечко это все дело перетекло в сентябрь. Если я не ошибаюсь, этот гель для душа приходил в одной из коробочек, бьюти-коробочек, на которой я делаю обзоры периодически, и это полноразмерная версия, как вы видите. Он такой горчащий, прям горчинка присутствует. Запах мне не очень, но пенился он вообще великолепно, и после него свежесть такая, знаете, летом было очень приятно им пользоваться. Крем от Vichy Idealia, пробовала его сначала в небольших пробниках, он мне очень понравился, великолепно под макияж, и еще могу сказать, что он частично убирает пигментные пятна, не полностью, но нормально. Он не содержит никаких солнцезащитных факторов, поэтому к нему требуется дополнительная защита. Пользовалась им летом под макияж, вообще идеально. Но, честно говоря, меня немножко расстраивает то, что периодически, я не знаю, насколько это правда, но периодически появляется информация, что в косметике Vichy содержатся гормоны. Это не есть хорошо, то есть на самом деле кожа может привыкнуть. Но я уже вот какое-то время не пользуюсь этим кремом, вообще ничего из косметики Vichy у меня нет. И могу вам сказать, что после того, как я им перестала пользоваться, у меня какое-то время были высыпания, но я это связывала не с кремом все-таки, а больше с циклом, да, женским циклом. Не могу сказать, что у меня прям какие-то там ухудшилась кожа сильно или там резко какие-то изменения произошли. Нет, я ничего с ней не делала и никаких процедур не проводила. Не могу сказать, что что-то пошло не так. Поэтому вот раздумываю, жду скидки. Думаю купить второй вариант. Конечно, упаковка не очень удобная, потому что приходится лазить пальцем. Он нежно-розового цвета, он очень приятно пахнет, он имеет такую гелеобразную текстуру и, да, как я уже говорила, идеально под макияж. Тоже закончилась, тоже Фаберлик из серии Реноваж. Да, я знаю, что он мне по возрасту, наверное, не совсем все-таки подходит, но мне кажется, для век, все, что касается век, можно и чуть-чуть немножко перепрыгнуть, да, свой возраст, потому что кожа очень тонкая, она стареет гораздо быстрее вот вокруг губ и веки. И, кстати говоря, я крем под глаза использую, использую каждый день вокруг губ тоже. Мне кажется, что тоже эффект хороший такой достаточно есть. Очень легкий такой крем-гель, я бы сказала, но он, по крайней мере, вот на глазах вы практически не чувствуете. Нормально тоже макияж на нем держится и увлажнение, лифтинга какого-то я сильно не заметила. Написано интенсивное возрождение. Не совсем поняла, мне сначала показалось, что он содержит ретинол, но нет. Написано, что он подтягивает кожу, но, по крайней мере, моя кожа не ухудшилась, то есть ни новых морщинок у меня не появилось, ни проседать она больше не стала. Некоторые из вас полагают, что у меня мешки под глазами, на самом деле это не так, то есть я могу вот так вот приблизиться, и вы посмотрите. У меня на самом деле, наоборот, очень сильные впадины. Ну, конечно, образ жизни, то есть мне сейчас приходится очень рано вставать, чтобы успеть ребенка отвезти в школу. Ну и с другой стороны, у меня просто строение, вот само по себе, то есть это наследственность. У меня нет, никогда не было мешков, у меня именно очень глубокие впадины, наоборот, вот внутрь. Некоторые советуют мне вставить филеры, но косметологи, честно говоря, сами мне их не советуют, потому что, говорят, они будут видны такими бугорками, и будет все равно некрасиво смотреться. Поэтому синяки это наше все, мы с ними успешно боремся и замазываем. Так, машу, между прочим, машу тушью. Гипноз Пришес Селс от Lancome. У нее такая кисточка, она как бы двусторонняя, то есть с одной стороны короткие ворсинки, с другой стороны длинные. На самом деле тушь у меня это не закончилось, ну, по крайней мере, не до конца, просто у нее вышел срок годности, и я решила, что не надо мучить свои ресницы. К этой туши я не смогла привыкнуть, то есть у меня их было вот два, две штуки в упаковке. Она пачкает верхнее веко, мне не нравится, как она прокрашивает, мне вообще, мне эта тушь вообще не понравилась. Насколько я люблю обычный гипноз от Lancome, настолько я терпеть не могу этот Пришес Селс. Двигаемся дальше, лак тоже от Faberlic, вот такой, он красивый, очень красивый, в том плане, что такой голубоватый, с такими кругленькими призмочками, блестками двух или трех оттенков, но держится он ужасно на ногтях, то есть я, честно говоря, не имею столько времени, чтобы его подправлять и перекрашивать. Эти призмочки начинают отваливаться очень быстро, и даже верхнее покрытие не спасает ситуацию. Поэтому я решила его отдать, пусть девчонки, у кого масса времени, бывает даже на работе масса времени, есть ногти на... время есть ногти на красть. И второй это Wet and Wild, не знаю, вот что-то у меня с цветом не заладилось. У него шикарнейшая кисточка, она идеально вообще вот плоская, видите? Вообще цвет очень красивый, но на моих ногтях он смотрится трупным немножко, не совсем то, что бы я хотела. Как говорила там это Кон Мари, да, спасибо тебе, дорогой мой, ты мне сослужил очень хорошую службу, я благодарна тебе за все то, что ты мне принес, да, своим появлением в моей жизни. Но нам пришла пора расстаться. Недавно закончился гель для душа, питательный, называется Роскошная мягкость, с миндальным молочком, молочными протеинами, очень мягкий, мне показалось, что он не очень хорошо пенится, но это и не важно, он нормально отмывает, и после него очень хорошая кожа, увлажненная, такая мягенькая, действительно. У него, кстати, очень нежный запах, вот кого раздражают сильные запахи, вот этот вот, мне кажется, идеально должен подойти, потому что он очень нейтральный, вообще нейтральный в плане всего, в плане кислотности, в плане запаха, и можно им пользоваться отдельно, да, самим по себе, и после него кожа себя прекрасно чувствует и не требует каких-то дополнительных увлажняющих средств. Показываю ежедневный очищающий гель-скраб Нивея. Этим скрабиком я пользовалась утром, он для проблемной кожи, да, ну, соответственно, он немножко подсушивает, матирует кожу, с одной стороны, он такой, знаете, хорошо пенится, с другой стороны, у него внутри очень мало вот этих вот частичек, которые бы говорили за то, что он скраб, не совсем понятно, поэтому я его использовала просто как гель для умывания, который утренний, когда не нужно смывать косметику, когда нужно просто смыть остатки, там какой-нибудь ночной маски или ночного крема или еще чего-нибудь, то, что вы нанесли вечером на кожу. Представляете, в недрах своей косметички я откопала Maybelline вот такой вот тональный крем, Clear Smooth он называется, SPF у него 50. Вообще, конечно, идеальная вещь на лето, особенно если вы посещаете страны тропического региона, он называется BB White, он в России не продается, его я покупала в Таиланде, но он даже самый светлый, это вот у меня двойка, еще была единичка, единичку я еще кое-как даюзала, двойка, но она темновата реально оказалась. Сейчас я вряд ли буду загорать до того, до такого состояния, чтобы мне он пригодился. Еще в подарок у нас отправляются два вот таких вот матовых лака от Divash, не пошли вообще, как видите, вот что-то я с этим цветом, да, вот совсем не дружу, вот у меня их два и оба отправляются в полет, ну не в полет, а они пойдут в подарок, потому что абсолютно практически полные. Матовый не мое, хотя у меня есть темно-синий, сейчас скажу, да, темно-синий матовый, но там матовый такой, знаете, с перламутром, вот он красивее на ноготках смотрится, а когда вот просто матовый цвет, очень как-то неестественно, но это на мой, знаете, такой не совсем выпуклый, может быть, взгляд, это все имхо-имхо. И еще я нашла у себя вот такой вот Catrice Ultimate Nudes, его я, скорее всего, выброшу, здесь где-то половина бутылочки ужасно полосатит, ужасно плохо держится, и оттенок оказался в теплую гамму, у меня на ногтях плохо смотрится. Парфюм у меня закончился, Йоджи Ямамото, Love Story, да, Love Story моя закончилась. Она, интересно, правда, звучит очень двусмысленно. Хороший, да, вариант, это на самом деле был парный аромат, мужской я не нюхала, но женский мне в полной мере понравился, хотя сейчас мне он кажется таким немножко рисковатым. Правда, на холодное время года этот аромат подходит прям вот идеально. Еще один лак от Lumine, не мой цвет, оранжем вообще не пользуюсь, он абсолютно новый, девчонкам тоже подарю. Такие тени в одноразовой упаковке, это, между прочим, ружба, не руж, если я не ошибаюсь, да. Цвет 023, они перламутровые, с каким-то таким рожеватым, оранжеватым подтоном, однозначно не мой цвет, это даже не обсуждается, поэтому в топку, в топку, в топку, все в топку. Катрис, что это, господи, камуфляж, крем, я его использовала как консилер, видите, вымазала до конца, у меня тон был 010 Ivory, хороший, я знаю, что он немножко подсушивает, поэтому его нежелательно под глаза, но честно вам скажу, я им пользовалась под глаза и замазывала вот в основном свои фиолетовые кружочки, но мне показалось, что не так уж он прям сушит, как пишет. Далее, тоже от Maybelline, Color Sensational, как это называется, маркер, что ли, да, маркер, он уже почти закончился, но вот я вот так нарисовала, то есть это маркер для губ, мне не понравился, как он там выглядит и как он действует, мне кажется, что вариант с тинтом лучше смотрится, чем вот этот вот маркер, те, кто выдумал тинты, им надо просто памятник, я считаю, поставить, выглядит натурально, выглядит естественно, держится отлично, вы всегда похожи, как будто вот вы, я не знаю, майская роза, только проснулись, и смотрится это всегда очень-очень хорошо, ну, а вот такого плана, да, вот эти вот маркеры, ну, что-то мне как-то не как. 3-ролл гель от отеков и темных кругов под глазами, ну, от темных кругов он, честно говоря, помогает не очень хорошо, потому что отеков у меня не бывает практически, а вот от темных кругов не очень хорошо, потому что природа у меня темных кругов несколько другая, то есть я надеялась, что он будет кожу немножко плотнее, сделает ее более плотной, чтобы не просвечивали кровеносные сосуды, но по факту не совсем это то, он именно от отеков лучше наверняка спасет, потому что у него есть три вот таких вот шарика аппликатора, которыми очень приятно наносить гель, такой массаж охлаждающий получается, и очень приятные ощущения. И вот из этой же серии у меня закончился Revitalift L'Oreal, это тоже, ну, там крем больше, кремообразный, такое вот кремообразное средство, у него вот такого плана аппликатор, похож на маленький такой утюжок, тоже им очень приятно наносить крем, крем преотличнейший, он отличный лифтинг дает, но единственный минус этого крема, знаете, в чем, это его упаковка, она настолько сделана из плотной пластмассы, там крема на самом деле, кот наплакал, но упаковка крема из такой плотной пластмассы, что вы просто, вы не можете этот крем оттуда выдавить, это нужно какие-то, я не знаю, титанические усилия прикладывать. О, ну и напоследок бомба, палетка теней от Жаде, вот такая вот, практически новая. Порывшись у себя в закромах, я нашла абсолютно любые аналоги, то, что вот здесь есть, а то, что у меня нет, я этим просто не пользуюсь, поэтому я плюнула и решила, что надо ее выбросить, либо кому-то подарить, может быть, кому она понравится и подойдет. Ну, собственно говоря, вот были все мои пустые баночки, если вам понравилось, то ставьте лайк, пишите ваши комментарии под видео, с удовольствием все прочитаю. Всем большое спасибо за внимание, всего самого доброго и пока!